Зона Так оно и убить можно в натуре Ни тебе пера, ни волыны Возьми много Вот был у меня кореш, так он Одним пальцем Завалить мог Японец, блин Агдам Долго спортсмену Луньку уму-разуму учить будешь? Луньку полезно Все, спортсмену Хороший, живой, Лунь В порядке Потом помедленнее покажешь, лады Лихо у тебя это получается Я вот сына своего хочу в секцию отдать Чтобы на улице мог за себя постоять Я эти уличные драки не люблю То ли дело на ковре А так, баловство одно Выходит Ты через баловство На нару-то попал Да, не повезло мне Передай Не извольте беспокоиться Все в лучшем виде Как для себя Муха не проскочит Подошел состав далекой пересылки Пассажиров поднимается этап Жизнь лихая Создала им предпосылки Что не выпустит закон Из цепких лап Зона, зона Безозона Все физона Зона, зона Без резона Конитет Зона, зона Нек сидельцам Нек погонам Не спешит Пойти апрельская Копель Нет, ну ты представляешь Звезда спорта Известнейшая личность А я его на допрос Ну так он виновен или нет? Да пока не знаю Ох, собачья у нас работа Мать ее Юр, тормозни Ну ладно, до встречи Пока Здорово Я-то салон перетягивал Машиневиллера Пряжкина Какая разница? Ты посмотри, что я нарыл Под обшивкой Маш, подожди Подожди, слышь Сергеич, да мне некогда Ну что ты хочешь? Да я спросить хочу Слушай Маш, как тебе новый контролер? Какой контролер? Полинка, что ли? Да ничего, нормальная баба Баба знаешь? Ну? А если нет? Сергеич, а кто же? Мужик Великая честь тебе, Гриша Навровская толковица? Читай при мне Ознакомился, что ли? Тогда потопали Он ждать не любит Погади, Гнатёк, не гони Таким людям с пустыми руками не ходит Дядя Гриша Ясен Пень? Ясен Пень, такие уважаемые люди И пальцем не шевелят Запросы так И все-таки, дядя Гриша Че за тема-то? Да смотря, что переводят на другую тюрьму Вот к новым кандидатурам присматриваются Да ты че? Дай помогу Не тронь я сам Ну, ни пуха, ни пера вам Ха, тебе Может, проверишь, а? Че проверишь? Я тебе что, проверяющий, что ли? Проверишь Баба, парень, или мужик? Сергеич Ну, ты нормальный мужик Ты бы и взял и проверил Ну, че я тебе? Ну, кого же мне просить-то? Ну, очень надо Маша Слушай Ну, не в кровать же мне ее заваливать Ради такого Ой, Сергеич Ну, и завалил бы ты че Маша, ну, не Слушай Ну, там вроде как Ну, что-то примерить там И в баню вместе сходить, а? Маша Ну, ты ляпнул Да ну тебя вообще Маша Не хочу даже разговаривать Вообще, сам дел натворил Отстань от меня Маша Да некогда мне И так Сегодня день у меня пошел На смарку Ну тебя Что, Олег Николаевич Сдохла твоя психотерапия-то, а? Так у нас энергетика не способствует Простора маловато Радуешься, Багров Не стоит Долго я с тобой сидеть не буду Что с бумажки? Жалко божьих тварей Олег Ты бы их выбросил Или захоронил где Попахивать уже начинает Выброшу Выброшу Когда сочту нужно Ну как Приперло парня Переживает И рыбки поверли И с повышением Не получилось Засада Ну что там Скофь-то А у нас самообслуживание И мне покрепче сделать Хорошо А это что за чудеса? Что еще там у тебя? Да вы там походу не догоняете Слушай, не рыпайся Стой и жди Мне подумать надо Ты понял меня? Ну я два раза не повторяю Все Береги себя Ну вот таран Гриша обратился ко мне С просьбой Непонятка Произошла таран Ты не подумаешь Что я В обход тебе Ситуация такая Велен меня Давно знает Я подумал Что Кончай сопли Жевать, Гриша Говори, что тебе надо Полегче таран Пусть человек С мыслями соберется Ты пойми, Велен Я ведь не за положение борюсь У меня За дело Душа горит Когда мне тот человек Не просекает он жизнь в натуре Нельзя его на хату ставить Значит так, старик Хат и рули так дам Вопрос решенный Стой Я тебя еще не отпускал Дело тебе поручить хочу Решишь Подумаю Куда тебя пристроить Проверили его Что делать Тут на днях Один мундель Безбашенный Воровскую Кассу взял И не просто Воровскую И на такого человека У засранцев Рука поднялась Есть у наших подозрения Надо разобраться Тебя В хату спортсмена посадили Есть такой пассажир Так это Он что ли учудил Не один Подельник у него Так вот ты, Гриша Потолкуй Попробуй понять Как дело-то было И самое главное От кого сработан Спортсмен этот Ясеньпи не сам по себе За спиной Хозяева сидят А вот кто конкретно Ты узнай Васил Ну давай Топай, топай Грифон Штопанный Достали Пенсионеры эти А нам сказали Что они Грабители Пороситы На челе народа Авторы теорий Возбудительных А наш лодан Краин До свобода Сделай ты, пожалуйста, тише. Палыч болеет. Невичок, переболеет. Достал твой Палыч всех уже. Не знаю, может помочь ему, а? Чтоб жилплощадь освободил. Зачем ты так говоришь? То достал он уже всех на чем-то своем. Смотри, помираю, помираю, а все никак не приставится. Священника к нему все равно не допустит. Слушай, давай-ка я его исповедую. Может, быстрее отмучится. Будет у Палыча настоящий священник. Клянусь. Да ты, похоже, Тараша. И меня на пенсию собрался отправить. Мы ведь с Григорием почти одногодки. Пока сделаем вид, что я не слышал. Пока. Я тебе, как папа родной, советую. Еще раз, такую байду на людях скажешь, в блудную попадешь и до пенсии не дотянешь. По дворик-то еще. Тебе по дворами ходить, а ты пальцы гнешь. Ах, не люблю я. Прости, господи. Жужжание это блатное, а вот приходится. Ты, Велен, конечно, уважаемый вор. Но учить меня. Я, походу, сам знаю, как с народом разговаривать. Да ладно, че обострять-то? Дело твое, Таран. Я тебе тюрьму передал. Ну вот, все теперь на тебе. Отдыхай, Велен. Меня зовут Возницкий. Я назначен вашим следователем. Дмитрий Иванов. Садитесь. Гражданин Иванов, вам предъявлено обвинение по статье о нанесении тяжких телесных повреждений гражданам Семенову, Кирюхину и Будайко. Вы признаете себя виновным? Признаю. Как признаете? Дим, ты не спеши. Подумай. Мы должны во всем разобраться. Нечего тут разбираться. Это полностью моя вина. Быстро с тобой, дядь Греч. В гостинчатой. Не прийдели? А? Побрезгивали, что ли? Возьми. Последних двух страниц в карте Акивиса нет? Ну, выпали. Ага. Скончался вследствие отек и легких. Надо же. А по карте отменного здоровья мужик был. Ну, это бывает. Вот у меня, дядька, кровь с молоком. В пятьдесят лет мог ведро водки без закусья выхлосстать. А гриппом заболел кирдык. И нету, дядьки, кучка пепла в керамике. Поступил пятнадцатого. Через три дня скончался. Быстро. Один с инфарктом тридцать лет ходит, а другой чихнул и за сутки умер. Судьба, Юр. Ага. Ну, ладно, я пошел. Спасибо тебе за кофе. Ага. Ты вечерком заходил, расскажешь, что вычитал там. Ну, давай. Герман, Герман, Герман. И на кой ты эти карточки прятал? Что для тебя в них интересного было? Я все же не могу понять, Дима. Ну, как могло так получиться, что ты известный человек. Приезжаешь на один день к себе домой навестить маму. Тетку. Она мне вместо матери. У нее вчера день рождения был. Вот я со сборов сорвался на пару дней. Тем более. И в тот же вечер, ни с того, ни с сего. Избиваешь до полусмерти трех мужиков. Так получилось. Я сам виноват. Руками замахал. Вот силы и не рассчитал. Понимаешь, но свидетели утверждают, что в драке принимали участие двоим. Ты и Дерехин. Они ошибаются. Мужиков уложил я. Вадька здесь ни при чем. Вообще, что вы от меня хотите? Ведь я признал свою вину. Не верю я тебе. Не верю. Дим, ну, чего ты не договариваешь? Расскажи все, как было, и я смогу тебе помочь. Я все сказал. Нечего больше добавить. Ты пойми ты, что мужики-то эти были не просто мужики, а члены ОПГ. Члены чего? Члены организованной преступной группировки. Братва. Поэтому все не так просто, как тебе может показаться. Братва. Ты кого-нибудь из них знаешь? Миша. Откуда? Подошли. Попросили закурить. Слово за слово. Ну и... А тебе, Дерехин, где был? Не помню. Послушайте, ну если вот вы всех их знаете, почему ничего не делаете? Почему не повяжете прямо в больнице? Мало их знать, Дима, мало. Они ж сволочи со всех сторон прикрыты своими хозяевами, князьями, королями. А порой точно знаешь, Вени, порой точно знаешь, что вот такие вот бандиты троих твоих товарищей уложили, а взять не можем. Да почему? Потому что улики каким-то странным образом просто исчезают. Свидетели от своих показаний отказываются. Потерпевшие вот как ты молчат в тряпочку. А потом они всех в перекрестках говорят. Вот милиция плохо работает, разгул преступности. Да. Тяжелая у вас работа. Не позавидуешь. Вот и помоги мне. Ну и себе заодно. Ну что там у вас случилось? Значит, не хочешь себе помочь. Ну ладно. На сегодня хватит. Отдохни. Подумай, о чем я тебе говорил. Конвой! Дим, ты меня извини. Внучка просила. Она фанатка твоя. Черкни пару слов, если не трудно. Понеслась. Ну что, страдальцы, передать-то есть, что я? Есть! Капитану Раевскому отдайте, пожалуйста. Ну окей. Ну счастливо. Дохлый номер. Раевскому с Палычу никакого навара. Чем, черт не шутит, пока Бог спит? Может и прокатит Денискину затею. Аминь. Вот глянь, это Гайдышев, это Акивиз. Они вместе в апреле на больничке лежали. Угу. Вот этого точно видел. Он еще болезный такой был, стонал все. То у него болит все. Болезный, говоришь? Странно. Странно. Верно, говорю, капитан. Ну посмотри, худой как щипа. В чем только душа держалась. Да это понятно. Странно только то, что здоровый как бы Гайдышев сгорел в одночасье, а болезный Акивиз жив-здоров. Только пропал куда-то. Я пошукаю у пацанов. Может, кто и знает, что. Пошукай, Глеб. Мне важно знать о них все. Гришотки! Гришотки! Вадик, ты уверен, что все мне рассказал? Да, все. Как на духу. А чего? Да те мужики из братвы. Ты знал об этом? Да ты чего? Нет, Димон, первый раз слышал. Да чего я отмороженный на такое подписываться? От непруха, блин, а? Да че? Марин. Ну ты должна помнить этого Акивиза. Он к тебе со своими Борисками как на работу ходил. Юра, я не помню. Подумай, сколько их здесь сидит. Разве всех упомнишь? Ну, по карте посмотри. Может, по своему почерку что, в памяти всплывет? Никаких ассоциаций у меня это не вызывает. Ясно. А что могло быть на отсутствующих страницах? По моим записям твой Акивиз должен был уже идти на поправку. Ну да, конечно, вот. Состояние удовлетворительное. А после этого должен идти окончательный диагноз и дата выписки. Все. Понятно. Где же эти странички, черт подери. Юра, еще можно посмотреть по журналу учет. Давай посмотрим. Ну, Вовка, держи. Теперь как новая гонять будет. Ух ты! Класс! Ты и фару починил, она теперь гореть будет. Да ладно, Вовка, она у тебя изначально не работала. Ты ему лучше спасибо сказал. Спасибо, Лярик. А у меня еще Человек-паук со сломанной рукой есть. И Супермен. Ой, ладно, ладно, иди гуляй. Все, сейчас у тебя целая куча игрушек будешь заставлять. Ну, ты у него бежали. А игрушки приноси, я их починю. Мне же это очень просто. Да и тебе какая-никакая экономия. Ну вот, взял бы самый зашел. У меня, кстати, и плита поломалась. Это не вопрос. Ну? Вот сейчас и время будет. Заскочу. Да, да. Полин, да ты ничего не подумай. Твой величка просто моему Вовке игрушки чинил. Да ладно тебе, Маша, что я не понимаю, что ли? Ну что, Арик с красивой женщиной поговорить не может? Я вообще его не ревну. Полин, пошли ко мне. Чайку попьем, с конфетками с шоколадом. У меня такой вкусненько там что-то есть. Маш, да чего мы будем время на чай-то тратить? Давай уж в водочке выпьем. О, вот это дело. Вот это я понимаю. Парш, у меня и к водочке кое-что вкусненькое. Водочка – это по-нашему. Акимов, Авеладзе, Атарушев, Акивис. Вот он твой Акивис. Поступил 10 апреля. Обострение язвенного гастрита. Так странно. Что странно? Больной, больной желудок. Это живот болит так, что люди криком кричат. А выбил он 17-го. Интересно. А ты, оказывается, опытный человек, Терехин. Ну что ж, ты уже условный срок за драку слупил. Опять кулаки зачатся? Ничего не знаю, гражданин начальник. Сказал, сидели с другом, сидели, трепались, пошел в кусты отлить, вернулся, меня менты крутить. Кем вам приходится Иванов? Одноклассники мы. В котором часу вы встретились? Не помню. Вечером. Я часы не ношу. Значит, встретились со школьным товарищем, сидели, разговаривали. Потом к вам три мужика подошло, попросили закурить. Ой, брось свои понты, начальник. Я ведь все твои ходы наперед, на вылез, на все сказал, пошел в кусты, ничего не видел. Чушь, ты от товарища своего валишь. Вот на, почитай. Ничего я не буду читать, неграмотно я. А здесь сказано, что в драке участвовали двое, ты и Иванов. Что скажешь? Ничего не скажу. Устал я, гражданин Сыркин. Попроси, чтобы меня в камеру отвели. А ты в камеру не торопись, не надо. Еще успеешь насидеться. И отмалчиваться тоже не стоит. Я ведь все равно до сути-то докопаюсь. С твоей помощью или без, но с тобой было бы поспособней. Ну так как? Не получится у нас с тобой завершенного разговора, следователь. Зови конвой. Что там еще? Женщина, обед написано. Ну что ты хочешь? Ты понимаешь, сделай милость. Автобуса полчаса ждала. У меня немного здесь баранки да сигареты. Да ладно, Маш, премии без пяти. И еще. Ну у тебя в плане часы опаздывают. Да ладно, Маш, не будь злюкой. Бабушка может часов пять из своей деревни перла. Да не злюкая. Ну что там у вас? Давайте, женщина. Вот спаси-то меня. Кому фамилия? Ой, ладно, ладно. Петров тридцать восьмую камеру. Петров тридцать восьмую камеру. Петров тридцать восьмую запишу. Все хорошо. Ладно, не посчитайте. Вы в следующий раз вовремя приезжаете. Обед у меня. Не дадут ни поесть, ни попить. Ничего. Ну, Маш, давай, ну давай, ну. Давай, Полинка, пока никого не ведут в начальство. Давай, за здоровьем. Вовка, так я тебя сейчас с уши надеру. Да что это такое, а? Мам, я есть хочу. Есть хочу. Ты мне суп обещала. Ой, блин, я ж забыла. Я разбила банку с супом. Так, Вовка, не дави матери на мозги, а? Вовка, еды полно. И ты понимаешь, уже перебирает. То он не хочет, то он не будет. Так, Вовка, на тебе, держи. И давай, вали отсюда. Мать еще сама не ела. Да и сечись, блядь. Да это ловко ты с ним, Полинка. Молодец. За тебя у самого дети-то есть? Ой, Маш, дети это, это моя слабость. А давай за детей, а? Ой, давай. Хороший он у тебя парень. Да хороший-то он хороший. Ну ты понимаешь, ну иногда такое вытворяет, вот как бы отодрала бы всю задницу, чтобы неделю не приседал. Ну что, хороший, а одинокая я. Отцовской руки нету. Вот и все. Отсюда ни мужика нет, ни здоровья. Ладно, Машка, давай, чтобы он у тебя здоровым был. Давай, Полинка, давай, давай. Ой, да ёбар. Вот ты понимаешь, так всегда. Кому на этот раз экипаж латаешь? Привет, Юр. Здорово. Да были бы руки и мозги. А кому мне работку подкинуть, это завсегда в очередь. Да, Антипович, голодным ты не останешься. Слушай, а чего не веселый такой? Да замаялся я. В шарады спокойненько выграть. Одни вопросы, ответов ноль. Это ты про документы Германа? Про них. Ах, я уж их и вдоль, и поперек, и молчат. Не хотят со мной информацией делиться. Слушай, а ты слух проговори, может зацепишься за что. Давай. Давай гони по порядку. Ну? А кивиз сидел за вооруженное грабление. Хилый, болезный мужичонка. От Марины не вылазил. Гайдышев, наоборот, крепыш. Кровь с молоком. Разве что здоровый дух в здоровом теле рекламировался. А чего на тюрьме? На нанесение тяжких телесных. Так вот далее. Оба они, в один далеко не прекрасный день, оказываются на больничных койках. Причем Гайдышев попал с успалением легких. Ну, это я помню. Дальше. А дальше Гайдышев помирает. А кивиса, хоть не здорового, но живого, переводит в другую тюрьму. Все. На этом поток моей информации иссякает. Ну, а барабанщики твои что стучат? Не уж не вспомнил никто. Активисты этот, внешне, хорошо в гроб кладут. Даже на фотографии видно. И сегодня-завтра откинется. Да тишина на Заречной улице. Никто ничего не видел. А если кто что и вспомнит, так только мелочевку одну. К делу не относящуюся. Слушай, ну не зря же Герман эти карточки в тайник спрятал, а? Что-то этих двоих объединяло. И причем информация опасная. Не для чужих глаз. Ну, то-то и оно. Вопрос, что? И где это написано в карточках? Копни еще раз. Ну, про шерсти там, диагнозы, дни рождения. Ну, не знаю, в конце концов, чем Маринка их там лечила. Да я наизусть там уже все выучил. Ну, ладно. Посмотрю еще раз. Свободен. Садись, садись. Я не совсем понимаю суть вашей просьбы, Ворон. Понимаете, господин капитан. Майор, Ворон, майор. Сорри. Господин майор, у нас в хате… В камере. Ворон, в камере. Сорри. Извините, в камере. Старик Палыч, он совсем больной. Больной? Так он прикидывается. У нас, понимаете ли, в больнице кормят получше. Вот старик и разыгрывает спектакль. Нет, он… Он на самом деле смерть чувствует. Правда? Ну и вот, он… Он человек верующий. И желает отпущения грехов. Я за него прошу. Дайте, пожалуйста, разрешение, чтобы священник к нему пришел. Послушайте, Ворон. Я не знаю, как у вас на родине, а у нас зэки очень изобретательны. Сегодня они попросят священника, а завтра с помощью этого же святого отца сбегут. Я не намерен потворствовать каждой прихоти преступников. Да, и как же он сбежит, если он еле на ногах держится? Да, и священник первый раз его увидит. А если это сговор? Если вашего Палыча вынудили вызвать этого священника любыми путями, повторяю, Ворон, фантазии наших зэков безграничны. Но Палыч не зэк. Он несчастный старик, который хочет отойти в мир иной. Разве это непонятно? Да, мне непонятно. Мне непонятно, Ворон. Как вы можете просить за кого-то, когда у вас у самого большие проблемы? В конце концов, если вашему протеже суждено умереть, он отойдет и так. Но я хочу помочь! Парень, ты сначала помоги себе. Тоже мне последний бульскаут нашелся. Значит, мне поможете. Видишь, сколько работы? А теперь подумай. Есть у меня время на всякую ерунду? Это не ерунда! Иди, Ворон. Ой, любила я его! Да о, думали! Боже, ну мерзавец! Как узнал, что я беременная, ну естественно, сразу же смылся! И к кому ты думаешь? К лучшей моей подруге! Да с катертью дорога! Нафига он тебе такой сдался? Если он при первых же трудностях спасал и предателем оказался! Ой, Полин, ты что, правда так думаешь, а? Абсолютно! Да! Пролетел над тобой Машка-ангел-хранитель! И сказал, Машка, не твоя эта судьба! Я тебе покруче что-нибудь найду! Полин, а ты сама-то замуж была? Ой! Много чего было, Маш! Всего и не упомнишь! Вот одно я тебе скажу! Я этих... Кобелей... Я их ненавижу! Я бы их еще в младенчестве вдавила бы! Это ты точно сказала! Ой, Полин, давай выпьем! Ой, дай еще поцелую! Ну-нибудь, ладно! Так, Машка, давай выпьем за твое женское счастье! Вот верю я! Ждет она тебя вот прям за углом! А за углом? Видит Бог, как ты надрываешься со своей мальчишкой-то! Полинка! Все мои... Все тебе воздастся, Машка! Ой, Господи, Полинка, душевная ты какая! Такая хорошая! Мне никто таких слов не говорил! Полинка! А хочешь я тебе спою? Какая я одинокая! Ой, Маш, спой, а! Сама петь не умею, так дай хоть послушать! Одинокая, 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 и душа река, как печаль тоска, ах, глубокая! Одинокая, 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 и душа река, как печаль тоска, ах, глубокая! Одинокая, 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 и душа река, как печаль тоска, ах, глубокая! И о том, что ж ты надела, я. Это Гадишев. Это Аке-Вис. Так, это Аке-Вис. Это Гадишев. Ага, дата рождения 69-го марта. 69-го марта. Аке-Вис, дата рождения 78-го августа. Диагноз пневмония, пневмония. Язвенный калит, язвенный калит. Дата поступления 10-го апреля, дата поступления 15-го апреля, дата смерти 17-е апреля, дата выписки… Опа! 17-е апреля… 17-е апреля… И что? Где ты это видел, где-то видел, где-то видел… 18-е апреля. 16-е апреля… 36-е апреля… Ага… отвлечь, что 17-е апреля… Семнадцатая апреля. Айда, Герман. Айда, сукин сын. Ты где эта мать так наклёкаться умудрилась? Вот тебе раз. Ты меня сам, Сергеич, об этом просил, умолял. Я, да бог с собой. Только не надо дурачком прикидываться. Я с Полинкой сидела, по душам говорили. Вопросы им всякие, провоции. Пролокационные. Вот их и задавала. Всю подноготнюю выпытывала. Ну и? Выснила? Мужик. Знаешь, Сергей Сергеевич, Полинка нормальный, душевный человек. А кто она там? Мужик или баба? Мне без разницы. Выяснила, блин. Здорово. Здорово. Нарыл чего? Нарыл. Что-то не вижу радости на лице. Да с такой радостью плакать хочется. Ну не томи. Смерть здоровяка Гайдышева и перевод болезненного Акивиса в другую тюрьму произошли в один день. 17 апреля. Что думаешь делать? Искать Акивиса. Или Акивиса. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok